1 сентября совершается празднование в честь Донской иконы Божьей Матери. Его установили в память о знаменательнейшем событии русской истории – Куликовской битвы 1380 года. Главный праздник православного казачества. Одно из самых долгожданных событий Дона – вот уже многие годы торжества в честь Донской иконы Божьей Матери. Из станицы Старочеркасской наш репортаж. «И с туманом на Днепря двой спящей прямо на меня Ты сошла в одежде свет струящий, не спугнув коня. И когда наутро тучей черной двинулась орда, Был в щите твой лик нерукотворный, светел навсегда». Эти слова поэта Александра Блока всплывают сами, глядя на Тихий Дон. Раннее утро, набережная Ростова, сегодня, как и на протяжении многих лет, совершается крестный ход с Донской иконой Божьей Матери в станицу Старочеркасскую. Эта икона очень казакам помогала, всегда сопутствовала. Поэтому мы сейчас едем, точнее, мы сейчас икону провожаем в Донскую, как говорится, в Отчину, именно там, где исконно жили казаки, проживали. Эта традиция была заведена митрополитом ростовским и новочеркасским Меркурием. Сначала крестный ход совершался с небольшим списком Донской иконы Божьей Матери, а с 2015 года по реке Дон уже плывет точная копия того образа, который хранится в Третьяковской галерее. Во время этого крестного хода читается Акафист Божьей Матери, читается молитва о городе Ростове-на-Дону, о жителях Дона и о благополучии на нашей Донской земле. Встречают эту икону очень красиво, парусной регатой, с колокольным звоном прямо с воды. И по восшествию Божьей Матери на станичную землю, как правило, дается залп из пушки, казаки, почетный караул. Все духовенства Донской митрополии встречают с почестями, причистую. И она уже во славе шествует в древнюю обитель Старо-Чаркасскую. Тем временем на пристани – ожидание встречи со святыней. Особенно волнительно она для братьев Святодонской мужской обители. Готовились очень серьезно. Понимаем, что для нас это ответственно. Мы встречаем нашу заступницу, нашу игумию, нашей Святой Обители. Та, которая предстательствует у нас пред Господом, помогает нам, укрепляет нас в монашеском делании. Донская икона Божьей Матери является нашей покровительницей казаков в селе Кавойска Донское. И каждый год данный праздник в честь иконы Донской Божьей Матери, крестный ход, казаки войска Донского ждут с нетерпением. Поэтому, вот посмотрите, да, даже здесь торжественная обстановка. Все наготове в предвкушении какого-то чуда. И что-то ждут, да, от Престой Богородицы, добра, мира, любви, света. Поэтому всех с праздником, здоровья, благополучия. Пусть нас Престая Богородица защищает и оберегает. Поистине грандиозная масштабность событий. И с каждым годом все больше желающих стать участниками этого торжества. Нам было интересно посмотреть, что это такое. Нам сказали то, что с утра будут икону перевозить сюда. И мы приехали на набережную, чтобы запечатлеть в памяти этот чудесный момент. Вот он, точный список чудотворной иконы, написание которой благословил святейший патриарх Московский и всеаруси Кирилл. В течение двух лет образ создавался мастерами Данилова монастыря, художниками, реставраторами, искусствоведами. Работу проходила под патронажем Государственной Третьяковской галереи и Министерством культуры Российской Федерации. Сегодня икона хранится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова. Ежедневно перед образом совершается акафистное пение. В святыне на территории Святодонской обители начинается божественная литургия под открытым небом. Три архиереи и сон духовенства. Хорошо, приехали, вот все семьи просветиться. Приехали почтить память, конечно, здесь благодать невероятная. Все так торжественно, все очень красиво. В 1380-й год Русь стонала под игом Золотой Орды и, наконец, в день Рождества Пресвятой Богородицы на Куликовом поле сошлись в смертельной битве две силы Орда кочевников, не знавшая жалости, привыкшая воевать и побеждать и ведомые великим князем Дмитрием Ивановичем русские рати, вдохновляемые верой Христовой. Заступничеством Богоматери войско князя Дмитрия Ивановича одержало победу над полчищами татарского хана Мамая. Икона, принесенная в дар князю донским войскам, донскими казаками, в память о помощи Царицы Небесной в этой битве, произошедшей между реками Доном и Непрядвой, была названа Донскою, как и сам предводитель русского воинства князь Дмитрий. Празднуя победу, великий князь торжественно принес с собой в Москву эту святую икону. Сегодня в Старочеркасск приезжают семьями, чтобы отдать дань Пресвятой Богородице, покровительнице Донского края. Станица Старочеркасская долгие годы была центром Донского края, политическим и административным. Мы стоим на земле, которая залита кровью наших предков. Та земля, которая, собственно, очень много сделала для становления России вообще как государства. Вы знаете, что донские казаки, собственно, это собиратели земель русских наравне с князьями московскими. То есть вы знаете, что из истории мы все это знаем. Что Ермак Тимофеевич, Хабаров и другие очень многие атаманы, которые много сделали для освоения сибирских земель, да, все, что за Уралом лежит. То есть, собственно, это центр России. Созвучны эти мысли паломников и с тем, что говорит Раиса Федоровна. Она многие годы водила экскурсии по станице Старочеркасской. Очень хорошо знает историю казачества. В праздник в честь Донской иконы Божьей Матери вспоминает, как донские казаки писали Алексею Михайловичу Романову, отцу Петра Первого. Батюшка, царь наш, возьми нас под покров свой. Он молчал, потому что не хотел ссориться с турецкой Османией тогда, она была еще крепкая. Потому что мы русские люди. Посмотри, мы устали, мы одни бьемся и с татарами, и с турками, и с нагайцами, но мы и пяди земли не отдадим. Пока мы живы, мы будем хранить ее для Руси, для своего народа. На празднике мы встречаем действующего экскурсовода монастыря, отца Деодора. По его рассказам, только фильмы снимать. Наш храм во имя Донской Божьей Матери, самый древний. Он построен в 1761 году, уже был освящен. И он уникальный тем, что он единственный в мире домовый храм казачьих атаманов. Больше нет семейных домовых храмов нигде. Вот только у нас, в станице Старочеркасской. Наша обитель читает Акафист каждый день. Пресвятой Богородице, сейчас икона ее Донская. И наш монастырь второй в мире после Московского. Больше в мире монастырей нет. Два. Вот в Москве Донской монастырь и наш Донской монастырь. Божественная литургия – самое великое дело, которое может совершить человек. Величайшая честь, величайшая данная Богом человеку привилегия – приобщаться телу и крови Христовым. Многочисленные паломники были на исповеди, постились, готовились к этому самому важному таинству. Для нас это, наверное, праздник нашей первой души. Это, наверное, особое состояние, которое возвращает нас к вере православной. И к тому, что казаки, казаки всегда были не только защитниками Отечества, но и защитниками веры. И все больше сегодня, наверное, нас возвращается сюда по зову своему, по зову сердца. И еще одна радость, что сегодня очень много с нами молодежи. Это и детвора кадетских корпусов, которые все четыре корпуса сегодня приехали для того, чтобы поучаствовать и встречали Донскую икону. Но если мы будем верить, то, наверное, и сила наша будет укрепляться. Тогда и Отечество будет защищать гораздо легче. А затем поздравительные речи. Соместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Анатолий Сафронов зачитал приветствие Владимира Устинова. В современной России донскому образу Богоматери молятся люди разных призваний, но объединенных одной целью – служением Отечеству. Празднование этого светлого дня представляет всем нам возможность в непростых условиях международного давления вернуться к нашим традициям и священным ценностям, веками цементировавшим наше общество и преодолевать все вызовы современного мира. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области, атамана Всевеликого войска Донского Виктора Гончарова, глава региона и правительства области большое значение уделяют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию общества. Мы молимся у святого образа во все годы лихолетия. И Святая Богородица помогает нам. Всем желаю здоровья, благополучия, покрова Пресвятой Богородице и благословения Господня. С праздником вас! Епископ Волгодонский Сальский Корнилий от имени главы Донской митрополии поприветствовал сослуживших ему епископа Шахтинского и Милеровского Симона и епископа Люберецкого Серафима, председателя Синодального отдела по делам молодежи. В своем слове владыка Корнилий указал на то, что нет человека, который с верой и любовью преподал бы к помощи Пречистой и уходил от нее неутешен всем. Она являет свою милость. Покров Царицы Небесной простирается над всеми нами. И мы верим и знаем, что и сегодня Пречистая Богоматерь собрала всех нас здесь, в этой святой обители, атлет-древних, для того, чтобы мы вознесли молитву ее Пречистому Сыну и молитву к ней нашей всемилостивой заступнице и покровительнице. Донская икона Божьей Матери имеет большое значение для всей русской земли, потому что именно силой и заступничеством Царицы Небесной всегда жил русский народ. История чудотворного образа и ее значение для России не оставляет равнодушным ни одного жителя и гостя Донской земли. Несмотря на то, что как бы с 1380 года Донской иконы не было здесь, народ никогда не переставал на первое место в своей жизни ставить Господа Бога и Его Пречистую Матерь. И все жители Донской земли, казаки, расселяясь по этим необъятным степям, приходили сюда с верой. У них могли быть другие пожелания и стремления в жизни, но то, что они хранили неизменно, это вера и традиции предков. Сегодня для нас это имеет очень большое значение, особенно для молодого поколения. Молодежь – это не только наше будущее, но это и наше настоящее. Участниками торжеств в честь Донской иконы Божьей Матери стали Марьяна Баштовая, Сергей Данилейко и Дмитрий Никулин. Телестудия «Дон. Православный». Продолжение следует...